Да, мама Ты будешь просыпаться уже 12 или нет? Да, я уже проснулась Прошу маму разбудить меня каждый день В какое-то определенное время сегодня я сказала В 11 разбудить она меня будет, будет, а у меня не получается Потому что говорю, мам, хочу еще постать И вот я встала сегодня в 11.30 Полчаса сейчас лежу в кровати Хорошо, спать много Вчера в инстаграм-сторис рассуждала по поводу того, нужно ли мне вставать рано Не нужно ли? По идее, не нужно И вечером, вот эти вот 2-3 часа, когда я супер в таком вечернем настроении У меня идут идеи и все такое И сериалы хорошо смотрятся А что мне делать днем? Ничего, тем более, когда я монтирую видосы Там вообще речи не быть не может о том, что я лягу к 12 Так что пофиг Буду до 12 вставать сейчас во время карантина во всяком случае Конечно, неплохо было бы сместить до 10 сделать Но, блин, вот мне написала вчера девочка Когда я обсуждение это подняла Что типа Карина, ну что вообще это? Восстанавливаются мышцы, все дела, организм Ты занимаешься спортом, поэтому не надо, ну типа, не досыпать И я такой, да, да, да Нафиг будильник тогда Ну это, в принципе, правильно Но единственное, что, ну, блин Конечно, было бы получше, если бы я вставала в 10 Вообще-то я не так поздно легла Я в 3 легла Это не очень поздно, согласитесь? С 2 до 10 было бы идеально, если бы я спала Меня не было с вами на ютубе дня 3, мне кажется И я была все это время очень активно в инстаграме, в сторис Практически все то же самое постила Свои тренировки То, что я ем, что я делаю каждый день Так что, если кто-то не подписан, подписывайтесь Ладно, все, встаю Я переоделась Очень уютно здесь хожу в свитере Который ваша сказала Викинь Точнее, нет Она не сказала выкинь Она сказала Как раз на дачу возьми Он здесь идеально подходит Даже под весну Потому что я его так с колготочками Ношу с белыми Второй день подряд Потому что максимально комфортно и удобно Что хотела сказать Сейчас занимаюсь немножко свадебными делами Хочу сегодня, может, даже это сделать Подать в ЗАГС Ну, чтобы, короче, заявочку Говорят, вот сейчас мои организаторы Что это делается через портал госуслуги Там нужно выбрать ЗАГС Мы будем выбирать самый крутой Который находится вообще не где-то в центре Москвы А на Барвихе Это пока что не могу точно сказать сама Не знаю, когда именно будет За сколько дней до свадьбы Но не в день свадьбы Потому что в день свадьбы у нас будет только венчание Мы не сможем 25 мест в езде Так что это будет за сколько-то дней до Сейчас позавтракаю, наверное, сяду за комп И посмотрю, какие есть даты Я не знаю, как это всё делается Так что вот Ещё из классностей по свадебным аддейтам Может, и я не будет Обожаю И тут мне становится уже не так смешно От людей, которые говорят Карина, высокоистный год, свадебку лучше не делать Да, возможно, не стоило Но нет, всё равно стоило Мы хотим как можно раньше Я очень надеюсь, что вся эта коронавирусная фигня Воспадёт через месяц И всё будет хорошо И ко мне смогут приехать родные Почему я думаю, что Возможно, именно в июне Я, по-моему, уже вам рассказала Когда свадьба Ну, короче, она должна быть в конце июня И я боюсь, что А, нельзя будет проводить большие мероприятия У нас 500 человек Это большое мероприятие Нельзя будет, например, путешествовать Авиасообщения ещё будут закрыты к этому моменту А мне важно, чтобы до меня долетели Из Украины, из Армении, из Грузии и так далее И, может быть, будет такая фигня Что, типа, если ты откуда-то прилетел Даже если авиасообщение между странами будет открыто Или даже между городами То ты должен сидеть на карантине И, типа, обязан сидеть дома В таком случае, конечно, мы свадьбу будем переносить Если что-то из этого будет Я очень надеюсь, что нам пойдут на уступки Все, с кем мы уже успели договориться А именно ведущий, кавер-группа, ансамбль Артисты и всякое такое Не знаю, сам зал, конечно же, Софиса Я надеюсь, что все войдут в положение И без каких-то доплат, без потери денег Они скажут, окей, не вопрос Не в июне, так в июле, в августе Но я думаю, что свадьба точно будет летом Если даже к июню не успеет всё оправиться То, скорее всего, оправиться к июлю, к августу Ну, самый край, это сентябрь Когда ещё тепло Я готова буду рассмотреть такой вариант Но это, конечно, полный трэш И самое страшное То, что, ну, прям очень Я по этому поводу грущу Я не знаю, как быть с Мальдивами Я хочу туда поехать, вы знаете Absolutely, for free, бесплатно Потому что я блогер и имею такую возможность У нас уже был в Соском Путешествие на Мальдивы И оно было полностью бесплатным По сотрудничеству И я хочу повторить в этот раз то же самое То есть только сделать его более длительным Тогда у нас было три отеля Сейчас я хотела бы сделать, возможно, четыре Может, даже пять, я не знаю И вот один я уже нашла Он подтвердился Возможно, из-за коронавируса Они скажут, в июне нет, давайте потом Мне уже так мысля пришла в голову Что если, в принципе, мы даже проведём свадьбу в июне То мы можем поехать в путешествие Когда всё уляжется Когда я смогу договориться со всеми отелями Типа в августе Потому что, по сути, никто же не обязывает тебя уехать На следующий день, там, после свадьбы Хотя мы не планировали на следующий день Мы думали, у армян есть такая фигня Как второй день свадьбы И там ещё гуляют уже меньшее количество людей И потом у нас наверняка должен быть какой-то расслабон, отдых И, не знаю, подарочки рассмотреть, снять распаковку И потом через, там, 4-5 мы должны были улетать По моей логике Ну, не знаю, может быть, перенесём всё Потому что сейчас самая главная проблема Вот в чём договариваться, писать отелем На мой взгляд, немного тупо Потому что никому, ну, смысл договариваться Если не знаешь, что через месяц, через два будет с этим миром Может быть, всех обязуют сидеть дома Как бы я надеюсь на снисходительность менеджеров отелей Так скажем Которые не будут игнорировать хотя бы А будут отвечать и говорить, здравствуйте Мы не уверены именно по поводу июня Не знаем, как с вирусом этим будет вся ситуация Но давайте договоримся Но дату, типа, чуть позже определим Вот я на это надеюсь Но я пока ещё особо не писала многим, если честно Надо написать Я хотела поэтому себе помощника, который бы этим занимался Я даже в инстаграме написала, ребят, типа Я буду искать помощника, но что-то как-то... Для того, чтобы найти помощника, нужно проделать огромную работу Которую я делать не хочу Потому что я не хочу выбирать Меня пугает выбор кого-то То есть кого-то надо отсеять Это ужасно Я сама сейчас в процессе раздумий Нужен мне кто-то в помощь? Не нужен В принципе, мне нравится процесс писать отелем Просто это так волнительно всегда Когда ты это кому-то даёшь делать Типа на теле То в таком случае, возможно, это полегче даётся Не так волнуешься А вообще, да, по поводу того, что я всё-таки не ищу себе помощника Я извиняюсь перед вами Я сказала в сторис Так, всё, это железно точно Я ищу В итоге я слетела Ну, блин Я не вижу себя, делающей собеседование выбирающего человека И я понимаю, что для меня это прям капец Как-то То есть должен быть какой-то, не знаю, крайний случай Чтобы я это всё сделала Поэтому пока что я немножко на паузу это ставлю Помощник, он мне как бы нужен Рекламу сфоткать Приехать Просто так меня пофоткать Но, с другой стороны, у меня же есть на всё это друзья Которые, в принципе, всегда за Потому что, когда я им нужна Я приезжаю и делаю то, что они просят Завтракать хочу очень уже сильно А у меня, блин, нет моего авокадо И иду сюда Что бы приготовить, не знаю Кашу Яйца, это что, варёные? Так, это варёные яйца Походу, всё приготовили из-за меня Можно съесть их с лавашом и с помидорками И с сырочком Итак, вот это мой завтрак 339 калорий Я хотела вам, кстати, рассказать Что я снова теперь на Лайфсаме сижу Я переходила на MyFitnessPal Но всё-таки он не так мне нравится, как Лайфсам Я изначально перешла для того, чтобы Могла выстраивать свои настройки здесь Сколько я хочу есть Былков, жиров и углеводов Но, оказывается, это здесь есть Я просто не знала, где это найти Сейчас я нашла Мне нравится, что здесь картинки классные Так, это то, что я не доела Это мама Это Лютка И прекрасная погода за окном Иди, бегай пока Светло и тепло А не по ночам, как ты Это я так насорила О, мой гад О, моя хинючка Я уже несколько дней тестирую такую штуку Что я после приёма пищи Стараюсь не пить чай и кофе с шоколадкой Вы видели, я сейчас пила чай Но я пила его конкретно с бутербродами Так можно И вот сейчас пришёл уже, наверное, минут 40 Где-то Ну, я так, минут 30 сейчас Жду обычно Варю нам с мамой кофе После чего я оденусь чуть теплее, чем я есть сейчас И пойду гулять час Хочется ножками походить, раз тёплая погода И, возможно, я сегодня не буду бегать даже из-за этого Надо подольше походить, чтобы меньше было соблазна побегать Потому что, я не знаю, с одной стороны В голове такое, типа, а чё, есть спортсмены вообще-то Которые 2-3 раза в день занимаются И у них там каждый день бег Потом силовая, потом бассейн, потом ещё что-то А чё я хуже? А потом ты вспоминаешь, что ты ни разу не спортсмен И лучше ты давай своему организму отдохнуть Чтоб он не загнулся Вот, хотя в 20-минутном беге нет ничего такого Но я всё равно Я не знаю, чему верить Верить тому, что нужно себе давать отдохнуть Или верить тому, что фигач пока можешь И пока есть желание У меня есть желание бегать, в принципе Но я не знаю, чё делать, короче Как вы вообще, вы придерживаетесь какого мнения Что можно заниматься каждый день спортом Или нужно отдыхать, чтобы не перегореть Я не знаю, это сложно Давай, поднимайся Ну, короче Я просто в шоке с того, что если бы я сейчас с этим всем не занялась Я бы не смогла попасть в нужные даты Короче, я сейчас сижу на этих госуслугах И единственная свободная дата до нашей свадьбы Это за несколько дней одно время То есть, представляете, как бы я лоханулась, если бы сейчас этого не сделала Заранее выбирайте дату в ЗАГСе Это жесть просто Ну, то есть, за две-две с половиной недели до даты нашей свадьбы Именно с самого празднования Нету ни одного места на запись в ЗАГС Именно в тот, который я хочу Который важно, чтобы я туда попала Потому что он красивый Фух Надо сейчас закончить, заполнять всё И я безумно рада Единственное, что выбора особо нет То есть, только определённое время Придётся пораньше немного встать Но в это время, в принципе, и логично проводить такие мероприятия Хоть придётся рано встать Зато потом будет весь день на то, чтобы отмечать Мне всё равно хотелось бы немного попозже Потому что пока туда доехать Это очень далеко оборвиха Это вообще какой день недели Это будний день, обожаю пробки Докраситься Ну, блин, ничего не поделаешь Я просто в шоке, девочки Надо маме рассказать Мам Мам Иди сюда Ты представляешь? Сейчас я смотрю, ну, по поводу ЗАГСа Нас пытаются записать И до даты, которую мы выбрали Единственное, свободное, есть одна До этого дня За две, две столовые недели То есть, я себе сейчас этим не занялась Если бы твоя умная мамочка этого не сказала Я тебе месяц ствержу ЗАГС Это прежде всего Нет, вы пойдёте в церковь Я так счастливая Во-первых, посоветую вам тоже то же самое, что мне сказали Это кто живёт в Москве или в Московской области И кто хочет классный ЗАГС То дворец бракосочетания номер один В Барвихе Самый классный Самый фотогеничный И обязательно туда заранее Потому что, так как это самый красивый Туда идут все И я думала А, ещё есть время, ещё есть время В принципе, всё удачно складывается Я вот сейчас жду от ОСК Его с НИЛС Для того, чтобы Вписать его В своё заявление И ему придёт уведомление И он должен будет заполнить уже со своей стороны Данные о себе Паспорт и так далее За мной закреплено это время на сутки Ну, как бы бронь, да Чтобы ОСК, видимо, за сутки тоже за себя всё заполнено Мы скинули госпошлину, оплата 300 или 350 рублей 350, да И за нами закрепят дату И это просто офигенно Вообще, мы хотели сделать ЗАГС за неделю Но так, наверное, даже лучше за 3-4 дня получается Потому что в ЗАГСе включится вот это настроение торжества И как бы за неделю оно может немножко утихнуть А за 3-4 дня оно не утихнет ещё И мы как бы сразу как будто идём отмечать А так за неделю, наверное, такое себе Ну, короче, всё удачно складывается Я рада В этом ЗАГСе есть два зала Торжественный и неторжественный И вот в неторжественном просто вдвоём приходится Расписывайтесь и всё А мы хотим, чтобы хотя бы самые близкие присутствовали Поэтому мы выбрали вариант с торжественной церемонией Кстати, возможно, на неторжественную церемонию Побольше свободных мест Но нам это неинтересно Поэтому... Кстати, я вообще не знаю с этим коронавирусом Что делать в том плане, что Мне нужно ходить на танцы Мне нужно мерить платье, продолжать Туфли Но в принципе это можно сделать Быстро достаточно То есть это я так сейчас растягиваю Раз в две недели хожу на примерку А можно просто каждый день себе запланировать Несколько салонов Поэтому я в принципе не переживаю И по поводу танца армянского Мне вообще говорили, что 2-3 урока это достаточно Но я бы хотела больше, конечно Сижу, жду Атоска А, вот он и прислал свой СНИЛС Что за слово? Это вообще не имею понятия, что это Девочки Понимаете, что это такое? Это графа, в которую я должна вписать сейчас Свою будущую фамилию Я в шоке Я просто в шоке И еще третий пушек Итак, я сейчас в процессе рисования стрелок Как вы мне и советовали Легче всего стрелки удаются С помощью вот такой скошенной кисти Номер 263 от МАК И также я там же в МАК ввела в себе Черный Штука для стрелок И в принципе Хоть я еще без набитой руки Это все делаю Мне нравится, как получается Я не знаю технику Не знаю, какая форма мне подходит Как должно быть все Но, как минимум Я уже делаю это быстрее И я это уже делаю Симметрично Хоть и не идеально Хоть мне пишут до сих пор Ну, люди, что типа не очень Я, ну, как бы сама это понимала Я не слепая курица Я смотрю всякие ролики, как делать Но так как у меня руки не из того места растут Я все равно Не умею красиво Надоело Первую так быстро нарисовала А вторую не могу Стерла немножко кончик Не всегда получаются Вообще они у меня какие-то странные Они не идеальные Что-то я натворила не то, девочки Хуже сделала Хотела как лучше А получилось как всегда Пофиг, хочется уже сделать И пойти гулять Потому что иначе Я тогда опять по темноте буду гулять Полная фигня получается Полная фигня получается Может, если их растушевать Зачем я это сделала? Ладно, придется все стирать Хотя было все нормально Зато вот Вот что мне нравится в этой Черной штучке Что очень хорошо стирается Посмотрите Просто мицелляркой Хоп-хоп И уже ничего нет почти Пирог я забыла тенюшки сделать Надо сделать сейчас Хотела я это превращать В приколы Про то, как девочки красят Свои стрелки Но получилось Ну вот Мое настроение пропало Пойдем У меня тут фоткаешь Пойдем Лютика, только не раздавите Там Улочка пойдет Вы что, не фотографировались? Сфотографировались Мы теперь на улице Я думаю, что здесь Это она не может Не допустить никаких Ну, позируй Смотри Гуд везер Вон там солнце Сладенько светит Ой, как хорошечно Вот так наш дом Выглядит со стороны И честно признаться Голубой цвет Не мой любимый Но есть в этом Какой-то уют Наверное Я сначала Настаивала на том Чтобы родители Перекрасили Все это дело Ну, в принципе Ну, пойдемте Агурты На окрошку Ленуточка привезла Вот Летс го У нас мини-фотосет Короче Прелесть нашей дачи В том, что Здесь стоят Две бытовки Бытовка Это такое место В котором обычно Живут рабочие Когда временно Где-то ремонтируют Что-то Бежит, бежит Понял А он их как любит А он радуется Эти бытовки А как он радуется И прелесть в том Что люди Дополнительная комната Считай у нас здесь Люди могут оставаться Здесь Кто приезжает И он когда-то Приходит Он начинает беситься Понимаешь Здесь кровать Не надо лестницы Здесь просто Можно запрыгнуть На кровать Прикиньте Родители здесь Оставались Когда строилась дача Самая уютная Бутовка В мире Ты рад? Он может минут 10 Радоваться А когда будет тепло Я тебе здесь Будка Большая будка Кухня Девочки Apple между прочим Фирма делает кухню Да Это уже практически Моя ежедневная Рутина Я вот сюда Ставлю телефон Очень опасно И себя снимаю Сюда Фотографируюсь И Тиктокю Если такой глагол Уже придумали А сейчас Буду ужинать У меня здесь Рыбка И картошечка И салатик Будет еще Черный хлебушек Черный хлебушек Но может быть Кстати я один И съела бы Да Можно Сейчас уже 6 часов По сути я могу даже не ужинать Кстати Так и наверное сделаю Сейчас побольше поем Салатик Обалденный Салатик Все Мои хорошие Приятного аппетита Давай Ну я не пью И так Я сейчас хочу погулять Все таки наверное я решила Что сегодня без бега Потому что нужно дать мышцам Восстановиться У меня болят и икры от бега И все болит В том числе Ноги Спина Даже Потому что я тоже качала Я сейчас одеваюсь Вы скажете Почему я в костюме Иду гулять Все потому что Он шерстяной И мне кажется Мне так не будет холодно Под брюками У меня еще Колготки Поэтому я вообще Утепляюсь как могу Хочу погулять Прям часа полтора Ну или хотя бы Там час 10 До полной темноты Потому что В очень сильную темноту Гулять страшно Я не знаю Я как бы умом понимаю Что все ок Будет Но У меня С наступлением темноты Видения какие-то Начинаются Алло Фокус И у меня ощущение Что за мной кто-то идет И вот оказывается У нас есть сосед-маньяк Который может на меня напасть Пока никто не видит Потому что Конечно же Он каждый день Следит за тем Как я бегаю И знает В какое время Я выхожу бегать Вот такие вот у меня мысли Но Я думаю Что все в порядке Здесь не так уж Много у нас домов Что еще надеть Чтобы было нормально Шубу Я хочу с вами Гулять И болтать Обсудить пару тем В инстаграме Спросила Что мне Обсудить Так что Давайте Поболтаем Девочки Сейчас смотреть Мало что есть Так скажем Да От того что Карантин Всем хочется что-то смотреть Но вот лично у меня Но я смотрю От безысходности Даже то что мне не интересно Потому что Что еще смотреть Сериал смотрю И когда хочется Отдохнуть от сериала Смотрю ютуб А на ютубе Кайфую я не от всех Надеюсь Мне будет тепло Во всяком случае Красиво буду Идти в шубе Весной Беру с собой наушники Беру с собой Повязку Может взять на уши Ой Чуть сердце Не выпрыгнуло у меня А после того Как я приду Я уже в себе Все планы придумала Конечно же У меня всегда Большие планы На чаепитие Я хочу прийти домой Налить себе чай Съесть что-нибудь вкусненькое Больше ужинать Я сегодня не буду Я сегодня ела Два раза получается С чучелой покушала кофе Нет я не хочу такой быть В кадре не извиняюсь Я попросила у дедушки шапку У меня нет шапки Подумала Она очень модная Вы захотите по-любому Смотреть на меня В таком виде Обожаю Я к нему подхожу Говорю Можно я в ней пойду погуляю Он говорит Конечно вопросов нет вообще Мама выходит со мной Для того чтобы Мне нравится Блин я хочу сделать фотку На фоне Дров Дров Секунду Санек пустил меня на свой батут Кудеем Это Да Ты знаешь как это полезно Не жизнь а сказка Это кардиотренажер мой Я буду теперь к вам каждый день приходить Показываю вам кадры Очень редкие Волосы стали дыбом Я как будто рэпер В этой шапке Встаем Прямо на беговую дорожку Давай вокруг Отряда приставь Давай вставай Вставай Если вы говорите Что у вас есть дети И вы не можете похудеть Все Гон Каждый день играйте В салки с ним Или прыгайте На батутах Ой Ой Не попал Мое Как проходит ваш карантин У нас весело Мы впадаем в детство Ага Лютик Иди поздоровайся Давай давай Итак Что ж Я напрыгалась Мне кажется Мы прыгали минут 20 И очень хорошо провели время С Саньком Я хотела бы сейчас Просто погулять С вами что-нибудь обсудить Например Первое У меня недавно Подписчик скинул Вырезанную часть Ого У меня начало мигать И у меня нет почти зарядки Ну ладно Милена Чижова В своем видео заявила Что все блогеры Которые утверждают Что типа Ребята Надо сидеть дома Пожалуйста Сидите дома Оказывается Им заплатили И оказывается Это мнение Не их А вообще Им это навязали И я хочу сказать Что Мое мнение Можно купить Именно в том плане Что можно попросить Меня его высказать Но нельзя Так скажем Купить его Когда я думаю Не так Чтобы я сказала По-другому Понятно Объясняю Ну короче Если я что-то Не хочу говорить То можно Деньгами сделать так Чтобы я это сказала В итоге На интернет Например Реклама Каких-то гигиенических средств Которые Ну типа Я бы не говорила Если бы мне не заплатили Но нельзя сказать Мне Прорекламирую власть Например Или прорекламирую Что-то политическое С чем бы я была Не согласна Я абсолютно Ни копейки За это не получила Юля даже Прикалывалась у себя В стори Что типа А где деньги Раздавали Вот Я просто Как бы По примеру Зарубежных Моих коллег Тоже продвигаю Это в массы У меня села камера Но для того Чтобы планы мои Не срывались Я запишу Остальную часть Разговора На телефон Потому что Я думаю Вам особой разницы Нет на что смотреть По примеру Своих коллег Зарубежных И звезд Голливудских Всяких На которых Я подписана Которых я люблю Например Билли Айлиш И прочие Люди Джастин Бибер Я не знаю И так далее Все Селена Гомес Говорят Что надо Оставаться дома Что это не Шутка Это серьезно И поэтому Я это тоже Транслирую Потому что Я хочу Что-то полезное У себя В соцсетях Рассказывать Важно Об этом не молчать Потому что У меня есть дедушка У меня есть бабушка У меня есть много Людей Которых я люблю Я не хочу Чтобы какой-то Черт Пошел гулять Не соблюдал Бы самоизоляцию И заразил их Потому что Я соблюдаю И хоть я там Выходила Я все равно Ну Какие-то меры Предосторожности У меня были Блин Закат Просто анриел Ага Как же Увидите вы И мне Поэтому именно Это важно Я Хочу Чтобы поскорее Это все закончилось Еще Потому что У меня скоро Свадьба И я не хочу Переносить ее Именно поэтому Я транслирую Это не потому Что Мне заплатил Ли Кто-либо Вопрос такой Вижу ли я Изменения в теле А не только На весах Да Я определенно вижу У меня стал Гораздо Меньше Живот В конце декабря Талию Измеряла Была Что-то 77 78 Сейчас у меня Талия Уже гораздо Меньше 72 По-моему И это Благодать Девочки Наконец-то Меня не так сильно Выпирает живот Я конечно же Делала фотографии И делаю до сих пор Где-то каждые 2-3 недели И вижу результат То что я делала В конце декабря Фотографию Тела И сейчас Это Большая разница На самом деле Не идеально Сейчас я выгляжу Это понятно Спорить с этим Не буду Но Уже гораздо лучше Чем было И вчера Немножко Я расстроилась Я подписалась На Миронову Настю Когда начала худеть И она такая Типа Я за 15 дней Скину 4 килограмма Я такая А еще Что ты сделала Нет Я за нее рада Вы не подумайте Просто В такие моменты Когда ты видишь Что человек Просто сделал то Что ты не можешь Сделать За 3 месяца Ты капец Как сильно расстраиваешься И поэтому Наверное Мой блог Худеющего человека Так любят Потому что Я показываю Не то Что я за 5 секунд Сбросила 25 килограмм Я показываю Real life Понимаете Трушную себя То Как действительно Я справляюсь с этим Через Кучу Негатива Который приходит Типа Ты никогда не похудеешь Ты чмо Вот так Могу снимать Рука болит Вы смотрите И вы понимаете Что вы Блин Не один такой У которого 2 килограмма Уходят за месяц Ну У нее 15 дней Ушло За 4 килограмма Классно Я думаю Потому что Она только Начала Худеть Ну в плане Она всегда Конечно В хорошей форме Но она начала Считать калории Классно есть Постоянные тренировки И так далее Когда я в декабре Начала У меня тоже За 2 недели Ушло Килограмма 3 наверное Самый большой Уход у меня был Именно за первые дни Поэтому в принципе Я понимаю Что расстраиваться Мне нечего Но блин Все равно Когда ты видишь Такое И просто Тебя с одной стороны Это немного цепляет И ты грустишь Но с другой стороны В принципе Даже и мотивирует Потому что Ты понимаешь Что человек смог И я смогу Так что вот Обязательно Фотографируйте себя В купальнике Там например С разных ракурсов Снимайте видосы Потому что Только результат Способен вас Смотивировать Ничто Другое Вас так не смотивирует Я например Даже в один день Хотела Как-то не знаю Себе устроить Пару выходных дней От всего Я в этот момент Просто Начала сравнивать С фотографией До и после Самую первую Самую последнюю Я никогда их не сравнивала До этого момента Я просто сфоткалась И вот Я тут сравнила Прям первую партию С последней Между ними Там было еще 2-3 партии И я поняла Что результат есть И я в тот день Ничего не съела Также просят Рассказать Про трансляцию С Путиным И я посмотрела Так частично Частично Мне мама рассказала Что он там говорил Ааа Путин Они в восторге От нынешней власти Так скажем Да девочки Я думаю Что никто Не в восторге Я так сильно Особо комментариев Не даю По этому поводу Просто На мой взгляд Власть должна меняться Меня нисколько Бесит человек Сколько то Что он Не хочет отпускать власть И у меня Небольшие Вопросики Есть А почему А почему Это конечно В принципе Все очень классно Что каникулы Дал людям То есть Сейчас у тех Кто работает Официальные выходные На неделю Получается это Ну где-то Девять дней Ипотека И кредиты Можно людям Кто их выплачивает Отсрочить Немножечко Потому что Доход упал У некоторых людей И Это тоже Очень Мне кажется Облегчит жизнь Людям Потому что Все-таки Платить кредит Когда у тебя Зарплата уменьшилась Это еще сложнее Единственное Что Конечно Не сравнится с США Они там Вообще Хотят всем По тысяче долларов Выдать Вроде бы Кто Страдает От этого всего У нас там Вроде тоже Кому-то готовы Дать по пять тысяч Рублей на ребенка Что-то такое Я слышала Я не буду вам Пересказывать Его речь Просто Посмотрите Если захотите И я буду Закрепляться Именно с Разговорами на камеру Сейчас Музычку В ушки И Похожу У меня сейчас Монтаж В самом разгаре Уже 22.03 Я смонтировала Чуть-чуть Меньше Чем половина Влога И В принципе Думаю Что Закончу быстро Я Видимо Немного Прокачала Свой скилл И поэтому Меньше Запинаюсь И стараюсь Очень сильно Себя Прям Держать В узде И контролировать Максимально Что говорю Потому что Я уже устала Вырезать Свои Недочеты Ошибки И так далее Так что Сейчас Полегче Как будто бы Монтаж идет Все-таки С опытом Ну Все приходит Что нужно Безумно счастлива Что Есть место В котором Можно изолироваться Даже не с точки Зрения Того Что Мне здесь Безопасно А просто Что Здесь Есть Что Поделать Здесь Супер Красиво Я Каждый День Делаю Какие-то Классные Фотки Крашусь Снимаю Видосы И так далее Ну то есть Даже спортом Занимаюсь Офигенно Сегодня Папа Сейчас еще Приезжает Он Собирает Дома Все Что Я ему Сказала Он Привезет Сантиметр Чтобы я Обмерилась Он Привезет И вообще Буду мериться Потому что Весов Здесь нет Можно было бы Принести Весы Но если честно Как-то не хочется Даже Попросила Привезти Дорожку Беговую Потому что Мне очень стыдно Перед Людями Которые Мне ее Отдали Потому что Я до сих пор Не сделала Пост Из-за того Что Когда она Появилась Практически Сразу Я отравилась Потом То Пято Десято И как всегда Навалилась В принципе Самое главное Что Я хотя бы Интеграцию Во влог Сделала И вообще Они просто Мои спасители Я мечтала О беговой дорожке Дома Это просто Кайф Реально Хотя сейчас Погода будет хорошая Вот Как раз Эта дорожка Могла бы быть Мне нужна До этого момента Потому что Погода была Так себе Но сейчас Вот я сегодня Так с кайфом Погуляла Это вообще Хотя В любом случае Знаете Я здесь надолго Так как Еще выходные Объявили И Ну По-любому Я здесь буду Еще полторы недели И Погода всегда Может ухудшиться Поэтому лучше Пусть у меня Эта дорожка Здесь будет Плюс я сделала Классную фотку Здесь Попросила его Также взять Собственно Авокадо Не знаю Надеюсь Они не очень Испортились Бальзамический уксус Бальзамический соус И оливковое масло И Как вы можете понять Так как Мне нужно что-то докупить Я думаю Что так как Машина уже приедет Сегодня Вместе с папой Сюда завтра Я их всех вытащу В магаз Точнее не всех А ну наверное Не знаю С папой Может маме тоже Надо в магаз Хочу купить себе Шпинат Руколу Это вот то Знаете Два простейших Ингредиента Которые дополняют Просто все Вы можете Обычную вареную Курицу Или гречку Добавив туда Руколу И шпинат Может быть оливковое масло И еще И бальзамику Вы можете сделать Из этого просто Блюдо из ресторана Подавать рыбу Например Или ту же курицу Просто вот так вот Кусок Это очень скучно А вот когда вы делаете Ну посыпаете Всю тарелку рукла И смазываете Оливковым маслом Бальзамикой Кладете на нее Уже вашу курицу Хоть это и обычный Кусок Блин Грудки вареной Это все Это Это мастерпиес Окей Шедевр Это вот очень крутой лайфхак И я сейчас Кстати знаете От чего кайфую Ни один мой прием пищи Не проходит без овощей Или без зелени Какой-то Это на самом деле Самая лучшая привычка Которую вы можете Себе Внедрить Каждый прием Ваш пищи Кроме сладких Ну например Завтрак Панкейки И так далее Мы должны Держать в голове Что у вас Помимо всего прочего Должен быть Какой-то овощ Салатик И так далее И это позволяет вам Заполнить вас Овощами Которые не так много Калорий имеют И не переесть Например Мясом Гречкой Или чем угодно Хотя иногда Все равно переедаешь Но блин Это на самом деле Так вкусно Особенно когда Овощи вкусные У меня папа На фудсити Нашел какую-то точку Кто не знает Мои родители Причастны к фудсити Они там делают Ворота Соответственно Папа по работе Туда постоянно ездит Они построили там Больше тысячи ворот По-моему Что-то такое Ну короче Огромный проект У них был там Так что закупайтесь На фудсити Пусть они процветают Расширяются Они заказывают у нас Больше ворот Там есть точка какая-то Придаются узбекские Вроде бы помидоры Которые просто бомбические Я просто помидоры Полюбила как не знаю кто Раньше я любила Тоже салатики и овощи Но не так часто их ела Сейчас Я вообще не хочу Чтобы какой-либо прием Мой пищи Был без овощей Да, мам? Овощи это прекрасно И мясо не надо Поэтому очень жду лета Летом гораздо дешевле Стоят овощи И вкуснее они И фрукты И ягоды соответственно И я наверное В них буду просто Купаться В этом все Завтра думаю Тоже буду снимать влог Потому что выберусь За покупочками И хочу вам поснимать Что я буду покупать И кстати Я сегодня не бегала Даже скучаю Как-то побегу Немножко И не так уж и много Я сегодня походила Как хотела Потому что Пошла прыгать на бассейн На батут И на этом батуте Тоже хорошо Что я в принципе попрыгала Потому что это даже лучше Чем ходьба Походила я сегодня Пять тысяч шагов Так же как и побегала В принципе Я посмотрела по приложению Я же с телефоном Всегда бегаю У меня каждый день Последнюю неделю По пять тысяч шагов Конечно Будучи на даче Лучше Десятку добивать То есть пять тысяч Бегом Пять тысяч ходьбой Но погода была так себе И у меня не было Моей беговой дорожки Поэтому Сейчас думаю С завтрашнего дня Поставлю себе челлендж Десять тысяч шагов Бегом Или шагами Я вам не показала Мое чаепитие После прогулки Я навела себе Горячий чаек Чучхайл Прекрасную поела Грамм наверное Пятьдесят Я ее съела И утром было еще Тридцать пять Ну около ста Я сегодня ее съела Но я думаю Что точно не вышла За пределы Тысячи четыреста Калорий И это хорошо Я не знаю почему Но здесь у меня Как будто нет надобности Есть пять или шесть Раз в день И кстати Такой образ жизни Помогает мне меньше есть Когда я встаю Раньше Я хочу успеть Точно сделать Три-четыре приема Пищи полноценных Ну Не больших Но полноценных Потому что есть Время и для завтрака И для обеда И для ужина И для какого-нибудь Чехополдника А когда я встаю Получается Ближе к двенадцати Я успеваю До восьми Поесть Хорошо Два раза Только остальные Это какие-то перекусы Маленькие Фруктовые Или чаепитские Кислова Я стала использовать Странные в своих влогах Вставать так Мне очень подходит Возможно Зря я все это время Боролась с тем Что Ой Надо вставать В семь утра И быть продуктивной Я и так продуктивная В принципе И знаете Мне даже не нужно Больше светового дня Я вот Идеально Как-то Встаю Завтракаю Крашусь У меня есть буквально Два часа Для того Чтобы там Пофоткаться Поснимать что-то И после этого И в принципе Больше мне даже Не нужно Иначе я вот Прям реально Либо перегорю Либо слишком Сильно Не знаю Дофига всего сделаю И ничего не выложу Перед тем Как темнеет Я бегаю Хожу И дальше Себе сижу Монтирую Я не знаю Кайфую Как-то Наслаждаюсь Сериальчиками И кушать Не хочется Кушать Мне почему-то Не хочется Вот после Девяти Сто процентов Я вот не ем Уже Наверное Здесь Бывает такое Что вот у меня Там в моем Дневнике Написано Что я не могу Есть после Двадцати Ноль-Ноль Иногда я нарушаю Это правило И смещаю На часик На полтора Потому что Например Я не хочу Есть в Восемь Когда мне Нужно Я бы Хотела Поесть Когда я реально Проголодаюсь Инклюзивное Питание Я не хочу Есть Перед сном И сдерживаю себя Даже если Так Мысля Какая-то Пришла Аленочка Извини Не сейчас Стория с Аленой Веном Открылась Даже когда Приходит Мысль о том Что вот Было бы Прикольно Сейчас Там Ну что-нибудь Маленькое Перекусить Ну там Не знаю Чуть-чуть Совсем Что-то Вот Чаек Попить С чем-то Я думаю Не о том Что я Это делаю Ради того Чтобы похудеть Я это делаю Ради того Чтобы просто Не есть на ночь Потому что Есть на ночь Это отстойно Это тяжело Это плохо И все такое Поэтому Как будто Вы гораздо легче То что Тебя сдерживает Именно этот фактор Ты не думаешь Что все завязано На твоем похудении И от этого Ну действительно Как-то приятненько Все идеально У меня складывается Девочки Я очень-очень-очень Верю в себя Верю Что после дачи Я здесь еще буду Ну недели-полторы Точно Я схудну Если я не схудну Я наверное Буду плакать Смотрите Как я сегодня Сфоткалась С Жигулями Это я Кстати говоря Ребята Я каждый день Смотрю Вот эту вкладку Упоминания Обязательно Упоминайте меня Я что-то репощу Что-то не репощу Но я все просматриваю Для меня Эта лента Даже важнее Чем сториз Моих друзей Так что Если вдруг что Просто это знайте Каждый день смотрю И это вообще Это милота такая Спасибо огромное Блин Это так мило Кто-то запустил челлендж В котором люди принимают эстафету И заполняют про себя Свои любимки всякие И я Очень у многих Любимый блогер И это так Мило И так Продолжаем монтировать Девочки Влог получается Очень длинным Я даже думаю Давайте я уже попрощаюсь Да Уже 23.05 Я перенесу сейчас Все что я записала Огромное количество Болтовни Просто потому что Хочется сделать Большой влог Сюда И буду уже до конца Монтировать Ничего не доснимать Завтра продолжу Свой влог Вещать Так что Stay tuned Follow me Subscribe Пока